Долго не могли поставить диагноз правильный, то психическое расстройство, то еще что-то. И только единственный психиатр, краевой, поставил диагноз, что у него расстройство аутичного спектра. То есть аутизм. Это не то, что шок был. Я вплоть до таких скандалов, что начинают уже родители обвинять друг друга, кто в этом виноват. Были такие моменты. Как его только не называли, допустим, и дурачок, и ненормальный. Это обидно, конечно, слышать, но это факт, есть факт. Что, о, посмотри, какой ребенок, он дурачок. Ну, мы проходим мимо, там у него уже поведение, он может прыгать, может истерику закатить. И когда ты проходишь, они уже тебя за спиной и говорят такие вещи. Ну, поначалу зацикливались, конечно, на этом. Очень сильно это цепляло, даже несколько раз ругался. То есть, ну, а потом как бы, как мне посоветовали, забить на всех. Мой ребенок со мной, это мой мир. То есть, как, кто относится, какого мнения, мне совершенно наплевать. Я начал в интернете искать людей, у кого такие же точно проблемы. Списался с одной женщиной, она из Казахстана. И давай-давай, вышел на видео Бердавид клиники. Все, давай, ложись, все. Ты приедешь сюда для того, чтобы мы тебя... Поначалу, конечно, были сомнения. Ну, интернет, интернет, видео, видео. Время был в командировке длительное. И мне вот это позволило увидеть весь двиг ребенка. У меня не было 4 месяца дома. Я видел, какой он был до, какой он стал за эти 4 месяца. То есть, ощутимые были результаты сразу. И это вселило надежду, конечно, нешуточную. И мы вот собрались всеми силами, чтобы попасть сюда. Обыкновенный поход в магазин, это было, ну, невыносимо просто. Я понимаю, что даже у нас, у родителей, кончается терпение. А окружающие, конечно, смотрят страшно как-то. Или что с этим ребенком, что-то с ним не в порядке, там, с головой и все. Первое впечатление, конечно, когда мы пришли в центр. И ребенок там у меня начал, ну, спонтанные крики, там, неправильно себя вести. Я был удивлен тем, что на тебя не как вот обычно смотрят в других помещениях или в тех же поликлиниках, ну, как бы, косо там, или вот ребенок у него какой-то такой. Совершенно все спокойно к этому отнеслись. Те же родители, которые там были, те же специалисты еще, наоборот, ну, шутили, то есть юморили на эту тему. И для меня это было, конечно, непривычно. Я не ожидал, что такой прием будет. Наверное, в первые дни же попереобщался со всеми родителями. Ну, хотел узнать их проблемы. Я слушал советов много, но брал в голову то, что говорил Давид. И он мне дал понять, что работать надо будет с ним в любом случае. То есть не так, что там здесь посидели, все, у нас ребенок поменялся в корне, все свои привычки эти бросил. Нет, так не будет. Жизнь продолжается, как бы, это все поправимо. И надо работать с ребенком. Не так, что ждать, вот мы сюда приехали, ждать там сверху, что вот в один момент по щелчку там что-то произойдет, да. Сдвиги есть, но нам еще, как родителям, надо очень и очень много работать, даже дома, по уезду отсюда. К примеру, раньше не смотрел в глаза вообще, то есть он, когда человек обращается, он мог поднять голову, а взгляд у него был совершенно в другую сторону. Буквально вчера мы с Давидом поработали, ну как, в основном Давид поработал, я просто присутствовал. Ну, около 20 минут, и уже это дало первые плоды. То есть сегодня, когда мы зашли, я говорю, поздоровайся с Давидом. Он как бы не, хотя, но все равно поднял голову, и целеустремленно взгляд попал именно, то есть, на Давида. Пускай недолго, там несколько секунд, но это уже, это огромное значение значит. То есть, понимаете, в домашних условиях, если не знать, как делать это, можно потратить годы, годы, месяцы, то есть, и результат не будет таков. Я уже себя в корне поменял, то есть, понятно, что немножко жестко, но это я понимаю, что во благо ему, вот эти дети, они прекрасно все понимают. Надо относиться более жестко, то есть, без всяких нюней. И он понимает, что уже с ним разговаривает, как взрослым человеком, и более ответственно относится к тому, чего с него требуют. Бабушка, это у нас Илья, это ее генерал и командир, то есть, все для него. А это мне дали здесь понять, что это очень и очень плохо. Они, эти дети, манипулируют. И по приезду домой, предстоит очень жесткий разговор с мамой моей, естественно, то, что надо объяснить, что, чтобы этот весь труд зря не пошел, чтобы она тоже в корне поменяла свое отношение к нему. Над бабушкой тоже будем работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому